Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове на 101FM программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева и напротив меня Михаил Шевелёв, председатель Совета по аудиторской деятельности при Вятской торгово-промышленной палате. Михаил, добрый день. Добрый день, Юля. Я прошу прощения за свой слегка хрипший голос. Это не дают мне покоя гаймориты, поэтому приношу свои извинения тем, кто нас будет сегодня слушать. Михаил, ну что же, давайте, наверное, начнём с локальных тем. Уже не один раз в этом эфире мы подводили, ну такие наши, да, своеобразные итоги года работы Игоря Васильева в Кировской области. Об этом у нас уже высказывался Николай Голиков, высказывались другие эксперты. Мне интересна ваша точка зрения. Лично для вас, какие события были самыми знаковыми за этот год в деятельности в Рио? Ну, я бы разделил, наверное, на три отрезка этот последний год. Первый отрезок он касался знакомства с Игорем Васильевым, то, что наблюдалась определённая риторика, определённая сдержанная манера подготовки к работе, скажем так. В этот же период мы можем говорить о том, что мы знакомились с кадровыми подходами, которые демонстрировала команда «Новая». И я бы сказал, что это был такой самый период, ну как, в общем-то, всего нового, позитивных изменений, ожиданий и того, что будет происходить с нами в будущем. То есть человек устроен так, ну, по крайней мере, и я, что в будущее смотрим всегда с оптимизмом, то есть, ну, и завтра будет лучше, чем вчера. Вот, поэтому первый период был такой однокомительный. На самом деле мне очень симпатично было и подходы, и риторика, и, в общем-то, те декларации, которые озвучивались. Я бы сказал, что для меня, вот, с точки зрения такой очень важной составляющей тогда была профессиональная составляющая Игоря Васильева, потому что он всё-таки был аудитором, то есть человеком, который оперирует чаще всего фактами, цифрами, ну, и, по большому счёту, связано это с некой ответственностью за результат. То есть у меня были ожидания, что будет повышаться ответственность людей-подчинённых Игоря Васильева за те дела, за те результаты, которые будут достигаться на своих должностях, на местах. Вот, второй период, так скажем, основной, да, то есть когда было полгода, по большому счёту, работы, когда уже новые назначенные кадры имели возможность продемонстрировать свою, скажем так, состоятельность, компетенцию и, ну, результаты некоторые, да. Вот, и здесь я, к сожалению, не могу выделить каких-либо значимых моментов, за исключением того, что всё-таки финансовые вопросы были в конце прошлого года разрешены, то есть на сегодняшний день совершены определённые действия, которые, ну, можно назвать как некая, скажем так, финансово стабильность, да, то есть... А что конкретно вы сейчас, Михаил, имеете в виду? Объясните, пожалуйста. Получены были бюджетные кредиты, получены, ну, получилось перекредитоваться. Получилось избежать дефолта и исполнить свои, по большому счёту, бюджетные обязательства в полном объёме за прошлый год. То есть вот этот момент, ну, и, естественно, сформировать бюджет на 2017, 2018, 2019 годы. Вот, ну, тут ожидать каких-то прорывных моментов, в принципе, было, на мой взгляд, было бы неосмотрительно, поэтому... Да, сформировался он так, как сформировался, сформировался очень так, затягивая пояса, по большому счёту, да, но наряду с некими ожидаемыми финансовой политикой, так скажем, затягивания поясов, всё-таки было ожидание появления тех точек роста, тех точек позитивных изменений, тех точек светлого будущего, которые, ну, у рядового жителя должны были сформироваться. Так они вот всё-таки, Михаил, появились или нет? У меня вот как раз вот с точки зрения вот такого светлого будущего и понимания того, каким образом будет развиваться и что в основу своего развития положит новая команда Игоря Васильева, как бы у меня этого не сложилось. То есть как бы там не относиться к предыдущему губернатору, да, то есть его первая там декларация о намерениях и, в общем-то, сопровождавшая всю его деятельность, это была, ну, так называемая работа с гражданским обществом, да, то есть и здесь мы можем говорить, что какие-то изменения, они произошли за всё время работы. Вот, здесь на сегодняшний день, если мы говорим, что планируется кардинальное улучшение ситуации там с дорогами, ситуации с каким-то инвестиционной привлекательностью региона, да, то у меня как у человека более-менее дружного с цифрами и читающего газеты такого впечатления в принципе не складывается. То есть и по гражданскому обществу, на мой взгляд, ну, произошёл такой некий откат от тех деклараций, которые предыдущая власть, ну, собственно говоря, заявляла. Вот, и вот эти вот, как бы, отсутствие вот этого позитива, оно, ну, на мой взгляд, вот такой основной такой знак вопроса, который сегодня стоит, ну, как бы, я думаю, что и перед экспертами, и перед жителями области, вот. Ну, и третий этап, вот такой предвыборный уже этап, да, который сейчас мы демонстрируем, который мы наблюдаем, скорее, не демонстрируем, мы наблюдаем, вот. И вот, он, скорее всего, тоже, ну, он, по большому счёту, на мой взгляд, безальтернативный. То есть каких-либо прорывных моментов, даже связанных с праймеристом, да, даже связанных с тем, что будет взято на вооружение, там, от тех оппонентов, которые по праймеристам участвовали, ну, мы не слышим, не видим, и по большому счёту. Они, может быть, и есть, но отсутствие вот этой вот такой информационной составляющей, декларирующей о том, что мы будем завтра жить вот так, оно, конечно, ну, вот такое основное, наверное, отличие там повестки, которая вот на сегодняшний день сформирована в моём представлении. Михаил, вот если резюмировать коротко и тезисно, что я услышала? За, ну, практически год, 28 июля, будет год с тех пор, как назначен в Рио Васильев. Кировская область избежала дефолта, у нас получилось перекредитоваться в Москве, в том числе. Откат назад по взаимодействию с гражданским обществом. Нет позитивных изменений и нет программы позитивных изменений. Всё абсолютно правильно. За год работы это нормально? Или всё-таки вы ожидали других каких-то результатов после года работы? Я вообще, когда мы с вами год назад, наверное, разговаривали, да, и год назад мы собирались, по большому счёту первый главный вопрос был, это вопрос кадровой политики. И тот подход, который был подемонстрирован изначально, то есть у нас практически ушло там 90% состава кабинета правительства, очень многие министры поменялись, очень многие руководители таких областных учреждений, областных акционерных обществ. И вот эта вот тотальная смена всех, она не могла, грубо говоря, пройти бесследно. То есть я уже тогда говорил в своих комментариях, выступлениях о том, что потребуется как минимум время для того, чтобы притереться, а как максимум потребуется вот как раз уловить то, что от них ожидают на самом верху. Ну, то есть некие месседжи, некие символы и посылы, которые должны, ну, в длинную, грубо говоря, транслироваться на местах, во всех министерствах, там, в департаментах, учреждениях и так далее. Отсутствие этих месседжев, ну, сегодня месседж один, нужно дожить до 10 сентября, провести выборы, там, я не знаю. Денег нет, но вы держитесь, по-моему, чудесно сказал Дмитрий. К сожалению, то есть мы живем на сегодняшний день 10 сентября, не 11. То есть, и, честно говоря, там, такой, скажем, элемент, который выбрасывается в различных СМИ о том, что, возможно, там, второй тур, да, ну, это некое, там, продление нашего, там, ожидания ближайшего будущего. Потому что после выборов, ну, является ключевым, на мой взгляд, элементом, выиграть выборы — это одно. А вот как выстроить работу после этого, в длинную, на мой взгляд, вот это вот самое главное, что должно быть. Мы сейчас с вами, Михаил, прервемся буквально на минутку. Я напомню, что это особое мнение Михаила Шевелева. На минуту уйдем и очень скоро вернемся. Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в эфир на 101FM «Особое мнение» Михаила Шевелева, председателя Совета по аудиторской деятельности Привятской торгово-промышленной палате. В первой части программы мы говорили об итогах деятельности в Рио-Васильево практически за год. 28 июля 2017 года исполнится ровно год с тех пор, как его назначили. Михаил, вы говорите, что сейчас все наше правительство живет 10 сентября, но не заглядывает вперед. Скорее всего, да. Скорее всего, так. Потому что ближайшая, следующая дата будет, по большому счету, это формирование бюджета на 2018 год. И из тех документов, из тех, скажем так, лиц информации, которые сегодня существуют, приходят с полей, ожидать каких-либо позитивных изменений по этим, да, там пока не приходится. А когда лично вы ожидаете, ну, вот, некого внятного посыла к нам, с вами, к людям относительно того, как же все-таки мы будем жить дальше? Ну, я бы считал, что тогда, когда позиция развития нашего региона будет, ну, как-то увязываться с теми трендами, которые существуют на федеральном уровне. Ну, например, когда в повестке дня начнет звучать риторика о том, вот, как мы проведем лет 2018 года. Ведь вокруг нас будет чемпионат мира. То есть в Казани будет, правильно? В Нижнем Новгороде будет чемпионат мира. Многие, наверное, в Пермь поедут. То есть это все вокруг нас. Приедет ли кто к нам? Будут ли какие мероприятия у нас связаны с этим, ну, большим футбольным праздником, по большому счету, который затрагивают очень многие? Как мы будем готовиться с точки зрения туристического, такой привлекательности, скажем, нашего региона, да? Ведь очень много людей приедет со всего мира. И в этом плане, ну, скажем так, упустить этот момент для развития города, который, в общем-то, в совокупности там с Чепецком и Слободским, как агломерация, является достаточно таким большим федеральным центром. Он входит в тридцатку, наверное, крупнейших центров Российской Федерации. Ну, вот когда вот эти тренды будут, как бы, скажем, нащупываться и, что ли, нам преподноситься и нас встраивать в эти тренды федеральные, вот тогда мы, наверное, почувствуем, что, да, мы живем не как, как, ну, такая провинция, решающая такие свои местечковые задачи и как-то выживающие, а как, в общем-то, субъект, который, ну, достоин развития, достоин светлого будущего. Михаил, а вы вот упомянули второй тур выборов. Вы все-таки его ожидаете или не ожидаете? Я допускаю, что он будет. Я допускаю. То есть я допускаю, что, по крайней мере, из моих знакомых, из моих, скажем, собеседников, достаточно много людей, которые говорят о том, что возможен, скажем, такой вариант протестного голосования. То есть он просто протестное голосование, да. И в этом плане тот набор кандидатов, которые на сегодняшний день существуют в губернаторы, да, и те шаги, которые предпринимаются на самом деле властью, они могут привести к тому, что, ну, например, не получится выстроить глав районов и глав поселений, ну, в свою, скажем так, в свою программу голосования, скажем, да. И, соответственно, люди придут и проголосуют что-то, кажется, против чего-то своего, против чего-то своего текущего. И если на первом этапе это вполне, ну, такой, как бы, возможный вариант, да, то на втором этапе, я думаю, что при любом раскладе, как бы, Игорь Васильев выигрывает. А второй тур, если будет, то между кем и кем? Ну, Васильев, понятно, кто второй. Ну, видите, может быть много всего, скажем так, измениться, да. Но на сегодняшний день разница между, грубо говоря, Сергеем Мамаевым и Кириллом Черкасовым, она очень небольшая. То есть, и кто из них займет второе место, по большому счету, без разницы. То есть, по большому счету, для оппозиции, ну, не имеет какого-то принципиального значения. То есть, кто из них в итоге там с небольшим перевесом там выйдет во второй тур, как бы, это, ну, вопрос такой... Это неважно. Неважно. Хорошо. У нас тут недавно в студии Николай Голиков предсказал Игорю Васильеву победу с результатом 63%. Согласны? Ну, Николай Владимирович имеет право, в общем-то, на такое осуждение. И на сегодняшний день, да, если не произойдет что-либо такого неординарного с точки зрения местных элит, да, то вполне, вот если бы сегодня выборы были, этот результат вполне прогнозируем. А то, что может он быть вдруг меньше 50%, да, то есть, это должно что-то случиться, должно что-то произойти, достаточно такое, на мой взгляд, ну, колыхнувшее, скажем так, сознание определенных людей. Хорошо. Кроме выборов губернатора, есть у нас еще выборы в Гордуму. И определились недавно тройки кандидатов от ЛДПР и КПРФ. От коммунистов пойдут Леонид Сандалов, Марина Сазонтова, Алексей Вотинцев. И от ЛДПР Владимир Жириновский, традиционно, Кирилл Черкасов, Татьяна Веселова. Вот по ЛДПР, как вы считаете, что делает в этой тройке Кирилл Черкасов? Ну, видите, ЛДПР, на мой взгляд, самая маркетингово правильная партия. То есть, на самом деле, Владимир Вольфович в свое время, когда ее там создавал, строил и развивал, то есть, туда заложены определенные, скажем так, ценности и подходы, в том числе, очень четкие, связанные с самим выбором, скажем так, избирателей, да. И этот механизм, он за все, там, 25 лет существования партии, там, наверное, больше даже, да, уже, то есть, он никогда эту партию не подводил, и поэтому подход, когда наиболее узнаваемые бренды возглавляют список, он достаточно, ну, оправдан, на мой взгляд. По сравнению даже с КПРФ, это, ну, подход, когда позволяет получить наилучший результат с учетом вложенных, скажем так, средств в политическую избирательную кампанию. То есть, и по большому счету мы не должны переоценивать нашего избирателя. То есть, он очень часто голосует эмоционально, делая свой выбор, ну, не исходя из декларации конкретного человека, не исходя из неких дебатов, праймерис и высказываний, да, а исходя из некоего сложившегося впечатления за много-много лет. То есть, и в данном случае ЛДПР, это те высказывания, прежде всего, которые, там, озвучивая Владимир Вольфович на федеральном уровне, естественно, он есть по телевизору, естественно, эта позиция есть. И по большому счету то единоначалье, та выстроенная вертикаль вот этого такого федерального масштаба, федеральной партии, она позволяет в том числе и лоббировать интересы на любом местном уровне, включая там сельские думы. Я слышал, что даже уровень, там, условно говоря, муниципальных выборов Владимир Вольфович будет возглавлять этот список. И, соответственно, конечно, это позволяет, во-первых, закон, во-вторых, это позволяет, ну, каким-то образом... Но по Владимиру Вольфовичу вообще нет вопросов, мы уже давно все к этому привыкли, что он практически во всех списках всегда идет паровозом. Это позволяет говорить о том, что у партии есть система управления, есть маркетинговая определенная политика, есть в том числе политическая, скажем так, позиция, которую партия придерживается. Вопрос в том, в данном случае КПРФ идет более, так скажем, конкурентным путем, да, вот, ну, не дай бог у нас, ну, люди моложе не становятся, лидеры КПРФ и, допустим, ЛДПР сменятся. А это, кстати, очень недалекая, на самом деле, перспектива. Вот как в этом случае будет выстраиваться политика партии, как в этом случае будет выстраиваться такая внутри конкурентная, что ли, среда и борьба внутри партии, это покажет временно. Пока мне кажется, что, ну, вот, то поведение, которое демонстрируют оппозиционные парламентские партии, оно скорее ведет к тому, что из них появится какая-то одна партия. Из всех, там, из «Справедливой России», из ЛДПР, из КПРФ, вот какая-то одна оппозиционная, ну, действующая, как бы, партия власть. А насколько важны эти выборы в Городуму для членов оппозиционных партий? Если, там, мы помним, у нас сейчас в УЗС количество депутатов от оппозиционных партий очень сильно сократилось, потому что на выборах в УЗС Единая Россия очень хорошо провела предвыборную кампанию в части одномандатников, практически все одномандатники от Единой России победили. А сейчас для оппозиции на выборах в Гордуму это шанс или, в принципе, без шансов? Ну, смотрите, то есть, ведь партия, это, партия единственная, чем занимается, это выборами. То есть, она декларирует свои цели, задачи, ценности, и через это формирует свое представительство во власти определенной части населения, которые с ними разделяют эту идеологию. Ну, так должно быть, по крайней мере, да, то есть, мы сейчас не будем говорить, там, про маркетинг, про некое, там, управление умами людей, которое, там, конец 20-го, начало 21-го века очень серьезно, там, продвинулось в психологическом плане. Вот, но реально партии обязаны участвовать в выборах. В партиях, ну, мы знаем, что по разным регионам разное составляет, ну, как бы, разное состояние, разное, скажем, разный вес. Очень часто это зависит от тех людей, которые, ну, не часто, а всегда зависит от людей. Да что про разные регионы? Про Киров давайте. Ну, в Кирове тоже есть люди, которые эту партию представляют. Есть и в ЛДПР, есть у нас Костин, да, то есть человек, который достаточно узнаваем, тоже и не входит, там, в тройку, которая по Гордуме есть, да. Но, тем не менее, есть определенная конкуренция внутри, ну, небольшая, но она есть. Вот, и, соответственно, так или иначе, за эти партии голоса будут отданы, и, собственно, они будут иметь свое представительство и, соответственно, свою определенную оппозицию. На самом деле, когда партия одна набирает, ну, мажоритарное количество голосов и может к другим не прислушиваться, для этой партии, как правило, в стратегической перспективе наступают не очень хорошие времена, потому что игнорирование голоса другого говорит о том, что всю ответственность она берет на себя. Ну, всю ответственность, по сути, за все состояние, там, социально-экономическое, там, инвестиционные привлекательности и так далее. А в сегодняшних условиях, в условиях кризиса, в условиях определенной недостатка финансовых ресурсов, там, бюджетной ограниченности, ну, скажем так, не разделять ответственность как бы нехорошо. Подождите, я спросил о вас, есть ли у оппозиционных партий шанс увеличить свою численность в Гордуме по сравнению с тем, что есть сейчас? Конечно, есть. Есть. Несомненно, есть. Но шанс-то есть. С другой стороны, мы понимаем, что у нас, как бы, Городская Дума достаточно контролируема. Ну, там, Единой Россией и, в частности, там, определенными лидерами. Там, да, то есть, там, Валерий Васильевич Крепостнов, там, Константин Маркович Голдман, там, ну, собственно говоря, те люди, которые имеют очень, из местных элит, которые имеют большое свое влияние, там, через бизнес-организации, через, там, ну, свое, так скажем, кадровое влияние, там, традиционное влияние сферы, то они, естественно, будут заинтересованы и в дальнейшем контролировать, что ли, ну, скажем так, город. Потому что это, к сожалению, вся власть в Российской Федерации на сегодняшний день выстроена так, что у нас политика от бизнеса неотделима. То есть, она, у нас сказать о том, что вот есть политик, который абсолютно независим, ну, то есть, влиятельный политик, который независим от каких-либо бизнес-структур, там, да, ну, невозможно, по большому счету. И если мы говорим, там, про Единую Россию, то, там, люди, которые, там, из госструктур вышли, то они, так или иначе, тоже имеют определенный шлейф либо, там, силовых структур, либо, там, какого-то чиновнического такого продвижения, да, то есть, ну, и мы понимаем, что вот эти пути наверх, лифты, они, там, скажем, для политики в оторву, для политика, который, там, выучился на политику, условно говоря, там, да, пошел сразу же в политику и стал формировать, там, свою личную, там, какую-то идею, там, бренд и так далее, и там развиваться. Ну, это невозможно на сегодняшний день. Поэтому вот эта взаимосвязь экономики, политики, она и присутствует, в том числе, в городе. И говорить о том, что, там, для оппозиционных партий, там, плюс или минус будет, как бы, какой-то, там, шанс, само-то по себе сложно, потому что нужно рассматривать людей, нужно рассматривать их место, их взаимосвязи внутри городского пространства, да, их интересы, там, в региональном масштабе. И все эти факторы будут, как раз, вести к тому, как формируется городская дума. На мой взгляд, то, что сегодня происходит, и то, о чем мы, там, разговаривали с вами, там, несколько передач раньше, оно, скорее всего, говорит о том, что, независимо от того, как там сложится это формирование, дума будет достаточно монолитной по своему, там, составу, по своему, там, подходу. И в большей части она будет, как бы, нацелена на некий противовес региональной. На создание второго центра силы. Да, на создание второго центра силы. Михаил, вот на этом я предлагаю прерваться на небольшую рекламу. Это Михаил Шевелев. Уйдем на рекламу и очень скоро продолжим. Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в эфир на 101FM «Особое мнение» Михаила Шевелева, председателя Совета по аудиторской деятельности при Вятской торгово-промышленной палате. Михаил, давайте с вами пофантазируем. Как вы считаете, создание второго центра силы при условии, что город возглавит некий сильный мэр, вот создание второго центра силы в виде городской администрации. Это пойдет на пользу Кирову или нет? На пользу городу вы имеете в виду? Да, на пользу городу, конечно. Вы знаете, мне кажется, что это процесс, который, безусловно, будет. То есть он не связан каким-либо образом даже с желаниями местных элит противостоять региональным варягам и так далее. Это скорее тренд, который на сегодняшний день на федеральном уровне очень серьезно рассматривается. Так или иначе, назрели определенные изменения с точки зрения формирования некой близости к людям власти. То есть формирование более такой, скажем, гибкой местной повестки. И формирование новой политики, скажем так, новой финансовой политики по отношению к регионам. То есть я говорю про то, что на сегодняшний день существует примерно 30-34, по-моему, города, которые можно считать агломерациями, центрами регионов с численностью больше полумиллиона человек. Эти центры, так или иначе, на федеральном уровне рассматриваются как некие драйверы будущего роста. Это обусловлено очень многими процессами, в том числе процессами, связанными с миграцией населения. То есть у нас на сегодняшний день миграция какая? То есть из сел приезжают в центр региона, а из небольших регионов, скажем так, миграция нацелена в сторону Москвы, Санкт-Петербурга, ну и там еще есть порядка пяти таких серьезных точек роста, там на юге Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург. Ну то есть там, где людям кажется, что более удобно жить и более интересно работать, зарабатывать, развиваться. Сильные региональные центры. Да, сильные региональные центры. Наблюдая эти тренды, так или иначе, федеральная власть смотрит, то что можно размазывать имеющиеся финансовые ресурсы по регионам, то есть по определенным правилам, то есть масло равномерно всем. Но мы видим, что на сегодняшний день есть большое желание поддерживать тех, кто стремится работать, кто развивается. И поэтому поддержка отдельных точек роста в виде агломерации, оно на сегодняшний день на федеральном уровне очень серьезно рассматривается. И так или иначе, это, кстати, записано в стратегии развития пространства Российской Федерации, которая была в конце 2016 года опубликована президентом, впервые за последние 20 лет, насколько я не ошибаюсь. И этот тренд, он так или иначе, будет вести, на мой взгляд, к тому, что, во-первых, будет повышаться политическая самостоятельность. Городов. Да, городов. Муниципалитетов. Да, потому что центры субъектов федерации на сегодняшний день, практически 78 из 85, они не выбирают мэра. То есть, они, то есть, не всенародное, как бы, избрание главы города, да, а через, ну, там, посредство выбора, через, как бы, выборных людей, то есть, через Думу. Вот. Соответственно, это, скорее всего, право выбирать себе мэра, оно, ну, вот, по крайней мере, эксперты предполагают, что оно будет возвращено, как некая уступка, ну, на те протестные настроения, которые сегодня присутствуют. Вот. Второй момент, он связан с реформированием системы налогообложения, потому что вертикаль на сегодняшний день настолько жестко выстроена, что практически, там, единицы, может быть, десяток городов, которые, ну, достаточно финансово независимы и самостоятельны в принятии каких-либо там решений и собственной там политики по развитию места для проживания людей. Все остальные города, включая наш Киров, да, они в очень большой степени, больше, чем наполовину, зависимы, потому что, ну, как бы, потому что они, как субъект бюджетной системы, просто деньги получают и отдают дальше, ну, например, там, в больнице, в школу, там, и так далее, как бы, да. И второй момент, то, что те субсидии, которые даются на развитие, они, во-первых, требуют собственных доходов, а во-вторых, ну, регион, когда дает денег, он сразу же говорит, так, мы вам даем денег вот на это, и мы проверим, чтобы вы потратили только на это. То есть о какой-либо самостоятельности говорить не приходится. А раз такая вертикаль выстроена, то есть сначала все собрано в Москву, потом отдано в регион, регион там еще там свои там интересы включил, проконтролировал, то через эту систему, условно говоря, до, ну, людей, принимающих решения по благоустройству, например, по формированию системы, удобной для проживания жителей, оно, ну, практически не доходит. И на федеральном уровне это на сегодняшний день понимают, и, скорее всего, будет изменена каким-либо образом система, там, местных налогов. То есть где-то больше будет отдано налога на имущество в, там, местные бюджеты, там, возможно, да. Где-то, возможно, НДФЛ в большей степени будет из регионального, местный еще более, там, перекроен, хотя не знаю, насколько. Где-то, возможно, ну, еще какое-то перераспределение, там, введение налогов в продаж, там, еще какие-то системы, которые изменят само финансирование вот этих агломераций. Ну, и, кроме того, федеральное финансирование по очереди, оно уже сейчас присутствует, да. То есть мы видели, там, в Казань, там, на универсиаду денег давали, там, на чемпионат мира сейчас денег дают, там, в разные города. Там, в Краснодар, там, на Олимпиаду давали много денег, да. Там, в Уфу на саммит АТЭК давали денег, ну, и так далее. То есть там, в дальневосточные города тоже, там, на саммит АТЭК давали денег. То есть здесь вот какая-то вот система такого поощрения для мероприятий, для того, что вот мы поддержим, если у вас будет что-то происходить. Вот как бы вот этот комплекс налоги плюс вот эти дополнительные федеральные дотации, он возможен, в том числе и для Кирова. Вопрос в том, что мы захотим и как мы этим будем пользоваться. По-моему, Михаил, главный вопрос, кто? Кто тот сильный лидер, который будет эти все идеи продвигать? И которому будет не все равно? Появится. Будем надеяться, и появится. Ну, люди появляются, на самом деле. То есть и появится, и такой лидер. Кто знает. Слушая вас, я делаю вывод о том, что вы ожидаете того, что вертикаль скоро станет не такой уж вертикальной. Все равно какой-то, ну, может быть, менее вертикальной, скажем так, более такой горизонтально интегрированной. Потому что, ну, нельзя все более-более прямо выпрямляться, понимаете. Мы охватываем гораздо меньшую часть, скажем так, людей. То есть если все больше-больше мы как бы вытягиваем пирамиду, да, то основания становятся меньше. Соответственно, должно быть какое-то горизонтальное приземление, и охват гораздо больше. То есть поэтому, ну, я полагаю, что он будет происходить через агломерации. Ну, и то, что нам, например, выделили денег, этот же миллиард, на дороги, да, в этом году, это же тоже выделено на Большой Киров. Выделено в рамках тех 34 городов агломерации, которые подали заявки. Изначально планировалось, чтобы поддержать там порядка 20 заявок. Я могу ошибаться, там, двух-трех там, да. Но в результате было принято, что мы поддержим все агломерации, дадим всем. А не считаете ли вы, что это было выдано на выборы президента в 2018 году? А не на Большой Киров? Даже если это было выдано именно с таким прицелом, его игнорировать абсурдно. Тем не менее, правила выдачи денег, они должны присутствовать. Мы не могли просто так взять денег и дать Краснодару. То есть мы должны были придумать Олимпиаду и дать денег на Олимпиаду. То есть все равно за всем этим порядком кроется определенная федеральная политика. То есть и так или иначе, мы ведь видим, что власть реагирует на различные протестные движения. На болотную каким-то образом отреагировал. Меняют определенные правила игры там выборные. Меняют определенные правила игры в интернете. А в чем, простите, поменялись выборные правила игры? Тогда очень много было изменено. Муниципальный фильтр, например, появился. С одной стороны, партия стала больше достаточно серьезной. Либерализовался процесс создания партии. Вам не кажется, что с тех пор все уже давно отыграно назад? Куда назад? С помощью того же муниципального фильтра. Нет, я и говорю, то, что дается какое-то изменение, реакция происходит. И то, что потом происходит закручивание гаек, да, и там формируются в большей степени запретительные какие-то там элементы, это всего лишь вопрос политической воли. То есть, ну как всего лишь, на самом деле не всего лишь, но очень серьезный вопрос политической воли. И она сегодня у нас выстроена таким образом, что она в пределах все-таки выборного срока действия губернаторов и главы страны. Вот. Поэтому все равно изменения, они происходят, и они будут происходить. И реакция власти, она, в общем-то, присутствует на различные действия, которые есть. Дай бог, чтобы эти изменения были позитивными. К сожалению, у нас закончилось время. Михаил, я благодарю вас за ваше особое мнение. Это был Михаил Шевелев, председатель Совета по аудиторской деятельности Привятской торгово-промышленной палате. Наш постоянный эксперт. Спасибо вам за эфир. Спасибо, Юля. Да, эфир для вас была Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания.